Карагандинка возмущена равнодушием врачей. По ее словам, они не оказали вовремя помощи ее матери. Вместо этого гоняли ее из одной поликлиники в другую. В итоге женщина попала в больницу с инсультом. Однако у врачей противоположная версия. О казусах системы здравоохранения в сюжете Людмилы Бачкиной. 65-летняя мама Саигуля Багалимовой приехала из поселка к дочери около года назад. 9 марта ей стало плохо. В поликлинику обратилась с головной болью и слабостью. Оттуда ее направили в другую поликлинику по месту жительства. Там тоже согласились принять только через сутки, когда пройдет процедура прикрепления. На следующий день женщина вновь приехала в поликлинику, но так как была без записи, пришлось долго ждать в очереди. В 8 утра мы уже были там. Мама ждала 4 часа перед дверью. Уже тогда у нее было давление 240. Она уже не могла сидеть. Никто не оказал ей помощь. Потом отправили в другой кабинет. Там мама упала. Врачи экстренного кабинета измерили давление и заметили, что у пациентки перекошено лицо. Оказали первую помощь, вызвали скорую. Уркен Тизипаеву экстренно госпитализировали. Когда я поехала в больницу, мне сказали, у нее инсульт справа, а слева легкие. Врач сказал, что мы должны были приехать раньше. Но врачи поликлиники уверены, что действовали строго по инструкции. Терапевты не принимают пациентов, пока те не прикреплены к поликлинике. Не принимают и без записи. Поэтому женщину переправили в кабинет экстренной помощи. Возле кабинета они заняли очередь. Простояли в течение часа. Ну, час десять простояли. При этом сын не говорил и не упоминал, не сказал, не зашел доктору, не медицинской сестре, что состояние тяжелое, либо пациентка себя недовлетворительно чувствует. На видеокамере отслеживается и видно, как пациентка сидит на диване спокойно. То есть нету никаких у нее такого состояния, что требует чего-то. И что женщина падает без сознания, камеры тоже не зафиксировали. По словам врачей поликлиники, компьютерная томография инсульт не подтвердила. Но Аркен Тизипаева сейчас в больнице. Она не встает, у нее нарушена речь. Саигуля Багалимова считает, что если бы ее маму не гоняли по поликлиникам и кабинетам, а сразу оказали помощь, таких последствий бы не было. Она требует наказать врачей. Те, в свою очередь, готовы сами предоставить все записи с камер наблюдения в департамент медицинского и фармацевтического контроля. С учетом того, что этот случай приобретает резонансный характер, мы будем сами инициировать проверку комитета контроля.